Я часто даю философские советы. Я, может быть, сам неудачник и жизнь прожил свою, может, профуфукал, просрал. Но советы давать должен, потому что я знаю причины, почему это случилось в моей жизни. И, может быть, это нужно будет кому-то. Может, одному из миллионов человеку потребуется эта информация. И пригодится. Я сегодня хочу сказать о токсичных воспоминаниях. Два слова всего. Токсичные воспоминания надо придавать забвению, гасить в себе, хоронить. И на уровне подсознательного, психического, и на уровне осознанного, понятийного истребляйте себе токсичные воспоминания. А вдруг в этих токсичных воспоминаниях плавают люди, которые тебе чем-то дороги, чем-то родные тебе, духовно родные. Увы, сливать надо все. Если хоть один хороший человек из токсичного блока памяти останется здесь безнадега полная, вот эти воспоминания токсичные останутся в тебе. Тут как наоборот, от противного. Ложка дегтя, бочка меда. А тут бочка дегтя, ложка меда. Жертвовать надо ложками меда, хорошими, добрыми людьми, может быть, даже самыми лучшими друзьями в твоей жизни. Может, единственными друзьями, но надо жертвовать, чтобы исцелиться от токсичности того, что связано вот с этим этапом жизни, который называется радиация истории своей собственной судьбы. Может быть, я ошибаюсь. Наверное. Но лучше ошибаться во спасении, чем быть правым на погибель. Если не спасти хорошее в плохом, забывайте и хорошее. Учитесь очищаться. Когда ты становишься в душ, ты смываешь себе грязь и губную помаду поцелуя. Вместе с грязью. Даже если этот поцелуй единственный на фоне килограммов грязи, крохотный, его тоже надо смыть. по-другому не получится смыть грязь.